Спасибо. 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 Многие живые, жилищные, общенческие проблемы там. В том числе и по три разбиваясь. Вот так вот. Вот отучили нас от того, что люди стали отвечать за себя, за свою семью, за своих детей, за свою малую и большую родину. Вот сейчас это все к нам вернется. Это, что называется, Господь говорит с нами на языке обстоятельств. Но я хочу сказать, что Господь, природа, Вселенная — это одно и то же. Это просто слова разные. У всех разные структуры сознания, кому как легче заходит. Это одно и то же. Вселенная с нами разговаривает на языке обстоятельств. Так вот, вот это вот самодовольство, восторг от самих себя, это не то, для чего Вселенная создала человека. Она его создала для того, чтобы он трудился, преобразуя, развивая Вселенную по законам гармонии и красоты. Вот к этому пути нас будет сейчас обстоятельства подвигать. Чем быстрее мы это поймем, тем быстрее все неприятности закончатся. Насколько глубоки могут быть эти неприятности. Посмотрите, как Вселенная вразумляет народ Украины. Какими вот средствами оно его вводит в разум, в человеческий. Вот. Поэтому, чтобы избежать для себя такого, надо, вот я и говорю об этом, чем быстрее люди начнут думать о своем будущем, обустраивать свою ближайшую малую родину для себя, своих семей, своих детей, тем быстрее мы пройдем все вот эти катаклизмы и вырулим вот на то правильное, динамичное развитие, о котором мы говорим. Я лично в том числе говорил системно. Потому что опыт у нас есть, у нас есть исторический опыт. Его нет у многих, у большинства народов его нету. Даже, видите, японское чудо, это Нобелевская премия нашего Леонтьева. А он носитель нашей школы, экономической школы. Еще до революционной. Это еще со времен Сергея Федоровича Шарапова, который еще в 1897 году написал книгу, что клирингово зачетные деньги – это идеальная форма денег. Это то, что вот здесь как раз люди говорили про кооперативы и про то, что вы говорили. Совершенно верно. Вот. То есть это присуще нам. Вот нам нужно возвращаться к своей сущности. Значит, что нужно делать сейчас? Нужно, во-первых, понимать, вот где мы находимся, что нам делать, что хватит. Вот это оцепенение, вот этот восторг от самих себя надо преодолеть. Надо объединяться, формировать ближайших людей, с кем ты хочешь спасаться. Вот. Как во времена Ноева Ковчега? Кого вы возьмете в ковчег? Вот мы стоим перед такой вот переструктуризацией вот этого всего социально-экономического пространства. Вот с этими людьми надо разговаривать. С помощью депутатов выходить на уровень губернатора, просить его о том, что давайте делать программы интенсивного развития, которые переведут нас вот в этот новый социально-экономический уклад, более эффективный, более правильный, с эффективной экономикой и справедливыми общественными отношениями. И в этом смысле я хочу сказать, что все вот эти наши вопросы, да, все, что присуще людям русского мира, это нравственность, мораль, справедливость, равенство, веротерпимость, вот эти формы коллективного труда, это артели, вот эти общины, и в то же время индивидуальные способности и желание проявить себя. Вот это все, да, это не нечто избыточное, не нечто лишнее, а это то самое главное, то самое главное, еще раз я как производственник, как организатор вам рассказываю, вот то самое главное, на котором если построишь экономику, даже в производстве, в корпорации, даже вот в регионе, то вот это является залогом высокой производительности труда. Там раскрывается человеческий потенциал, потому что будущий социально-экономический уклад, он основан на том, что мы раскрываем творческий и трудовой потенциал каждого человека. Вы поймите, нас же 8 миллиардов человек на земле, да, все не похожи друг на друга. Вот вы подумайте, а вот зачем природа создала так? Почему мы все говорим разными голосами, разной походкой, разная психосоматика, все разное? Это почему? А это что означает? Что для каждого, значит, свое предназначение, что каждый является чемпионом мира, но в чем-то своем. Понимаете, если капитализм, да, и тот же социализм, развитой социализм, я имею в виду, они уравнивали всех, да, вот и сейчас то же самое, вот среди чиновников, да, никакой инициативы, кто высовывается, того, значит, это по ушам бьют сразу. Так вот, и вот он результат и развитого социализма, и вот то, что мы сейчас вот можем наблюдать с эффективностью вот этого спекулятивно-финансового. Так вот, будущая эффективность будет ровно как раз в том, что мы раскроем потенциал каждого человека, и задача начальников будет создайте условия, чтобы все работали. Это вот единственная встреча была у Мао Цзэдуна со Сталином. Он приехал на бронированном поезде в Москву, три дня ждал встречи со Сталином, потом он к нему пришел, задал всего один вопрос. Что такое коммунизм? Сталин подумал, подумал и сказал, это когда все работают. Вот наша задача, вот в этом новом укладе, создать такие условия, чтобы все работали. Максимально эффективно, раскрывая свой потенциал трудовой. Вот, поэтому смысл нашего пятого съезда, я вижу, в том, чтобы выход есть, сказать людям, что пора просыпаться, брать на себя ответственность. Механизм, что делать, понятен, мы раскрываем его. Вот как это сейчас, без Майданов, без революции, укрепляя нашу власть, наше государство, вот как нам переходить в это будущее. Вот для этого мы и собираемся. Спасибо.